Друзья, здравствуйте, рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы разговариваем с итальянским адвокатом Дарьим Побережский. Здравствуйте, приветствую всех. Да, сегодня мы будем разговаривать о недвижимости, о инвестиционных проектах и как приобрести недвижимость для себя, для постоянного временного места проживания. Дарит, расскажите, пожалуйста, процедуру покупки. Начать, наверное, можно со вторичной недвижимости. Давайте начнем со вторичной недвижимости. Во-первых, спасибо, что дали возможность участвовать в этом эфире сегодня. Покупать недвижимость в Италии – это очень легко, если есть правильный профессионал, который это помогает делать и сопровождает. Напоминаем всем, что первая вещь – Италия уже имеет двойные договора и соглашения со всеми практическими странами СНГ под так называемую защитой инвестиций. Что это значит? Это значит, что любой граждан, практически любой страны СНГ, может свободно купить любую недвижимость в Италии – жилую, коммерческую, инвестиционную, под аренду, под ремонт, под конструкцию и так далее. Не нужно для этого автоматически иметь вид на жительство. Есть только один очень легкий реквизит – иметь итальянский кодич о фискале, то есть иметь итальянский код налогоплательщик, который можно получить в любом консульстве, можно оформить через профессионала даже онлайн или при одной просто туристической визите в Италии при походке в налоговую. Возможность это делать инвестицию довольно широкая и дает возможность сразу, без никаких дополнительных оформлений, явиться перед нотариусом и совершить акт купли-продажи, другой недвижимости, который в вашем интересе. Также, если у вас нет физической возможности приехать в Италию, эту покупку можно сделать даже по доверенности. Любой итальянский нотариус по стандарту принимает любую доверенность от российского, допустим, к примеру, граждан, которое выпущено и выдано своему, естественно, нотариусу, например, в Москве, в Петербурге или где-либо. Вторичный рынок в Италии сейчас очень активный. Есть очень много недвижимости, которые на рынке. Мы не будем говорить ниже или выше цены после ковида. Есть разные ориентации. Я кратко озвучу, потому что интересно. Кто-то считает, что цены сейчас упадут, кто-то, наоборот, считает, что это будет очень маленький промежуток времени. И сразу после этого, поскольку Италия первая страна, выходит из кризиса, будут, наоборот, очень сильно расти. Есть один фактор, который я бы напомнил, потому что действительно недвижимость в Италии за все последние 10 лет имела гигантский габаритный рост. Поэтому инвестировать в недвижимость, помимо возможности иметь ваше жилое помещение, является очень прочной, хорошей инвестицией. Италия очень далека от каких-либо машинств, связанных с недвижимостью. В Италии даже можно спокойно покупать и объекты под строительством. В этом проблемы нет. Компании очень сильно и глубоко проверяются. У нас очень сильная банковская система. И даже если вы будете покупать какую-либо недвижимость под стройкой, все компании, которые занимаются, имеют специфическую банковскую гарантию, которая защищает весь кредит и всю сумму инвестиций. Давайте посмотрим, может быть, более детально, что нужно, как происходит о купле-продаже. Вы можете найти ваш объект недвижимости на свободном рынке. Скорее всего, вы будете обращаться к маткеру. У нас в контакте есть разные профессиональные маткеры, тоже русскоязычные, которые могут вам помочь найти недвижимость. После того, как мы находим недвижимость, можно провести проверку, может быть, с адвокатом, с юристом, чтобы посмотреть качество этой недвижимости, действительно, соответствует кадастровый рейстор. Но это такая более формальная проверка, которая не занимает большое время, потому что все эти информации в Италии в доступном, ну, в открытом доступе. Есть у нас рейстры в каждой коммуномерии, которые говорят, кадастры данные по недвижимости. Мы потом договариваемся на цену, являемся ли мы лично, или через представителя перед нотариусом, оформляем сделку купли-продажи, в течение нескольких дней будет номер репертуара нотариуса и недвижимость в рейстры, и в кадастры будет оформлена на вас. Без особых проблем. Обращаю внимание еще на передачу суммы денег. В Италии есть ограничения на возможность платить наличными, которые нельзя осуществлять выше 3000 евро. Это не проблема. Если даже у вас нет счета в банке в Италии, и вас, конечно, уже после некой информации, вы поняли, что не можно просто так, с одного дня на другой открыть счет в банке в Италии, это не проблема. Во-первых, можно всегда сопроводить открытие счета в банке для покупки недвижимости. Это вещь, которая часто делается именно под специфический объект. Но даже если у вас какие-то ограничения, или нет возможности, любой нотариус с 2019 года в Италии обязан иметь депозитный счет. Это значит, что вы в любой момент можете с вашего российского счета перевести денежку к нотариусу. И нотариус при сделке, в дату сделки, будет просто сертифицироваться, но эта сумма уже пришла заранее на счеты, поэтому в этот день он, соответственно, делает перевод на продавца. Поэтому нет у нас особых проблем в покупке, нет ограничений для граждан СНГ, и нет никаких особых проблем на передвижение и передачу самой суммы на оплату и на покупку. Абсолютно правильный вопрос. Естественно, имея недвижимость в Италии, уточняю, у нас нет сегодня в Италии, был много лет назад, вид на жительство по покупке недвижимости. Это первое, что нужно уточнить. Многие маклеры говорят, естественно, правильно, они говорят, что покупка недвижимости может приближить и может улегчить процесс получения вид на жительство. Это абсолютно правильно. Первое, что вы правильно заметили, имея недвижимость в Италии, уже дает автоматическую возможность получать постоянную туристическую визу на посещение своего второго дома, логически и возможно. Скажите, пожалуйста, а могут ли отказать человеку, который подает на визу, но у него есть недвижимость? Скажем так, отказ всегда возможен, но в практике у нас никогда такого не было. Отказ в такой тип визы, имея недвижимость, может быть только в одном случае, когда у человека есть какие-то ограничения на передвижение по криминальной судимости. Но если мы не входим в этот особый кейс, который, тем не менее, можно решить тоже, были уже опыты, есть, конечно, всегда более свободное передвижение, чем просто для туристов. Далее, поднимаясь, как бы сказать, на одну ступеньку, конечно, наличие уже в собственности недвижимости гигантско меняет возможность получить результаты и шансы получить вид на жительство, что рабочий, что не рабочий, что просто для финансов незаместных людей и так далее. Конечно, это гигантский фактор. Напоминаю всем, для любого вида на жительство от студента, для одного наемного сотрудника, для самозанятого профессионала всегда будет реквизит иметь жилье. Жилье, конечно, может быть в аренде, но, конечно, показать и консус, и миграционный офис, что уже есть недвижимость в вашем распоряжении собственности, конечно, это гигантско, позитивно влияет на всю эту процедуру и на успех ее оформления и завершения. Конечно. Поэтому, отвечая на этот вопрос, конечно, наличие невижимости в собственности играет сильный фактор и в получении просто визы, церковь физической, и в посещении постоянной итальянской территории на просто базу переговоров, даже и, конечно, тем более на получение вида на жительство рабочего и так далее. Спасибо. 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 Спасибо.